МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Гриль, и я ее ведущий Максим Красовский. Сегодня вам расскажу, как приготовить филе лосося, запеченное с овощами, на гриле по-скандинавски. Для этого нам понадобится филе лосося, баклажан, кабачок, лук, свежие томаты, сделаем маринад на основе йогурта сметаны, васаби, и также подадим салат из свежего шпината, редиса, огурца и заправки. Для начала мы подготовим овощи, которыми будем фаршировать филе лосося. Для этого мы нарежем баклажаны ломтиками, где-то полсантиметра. Толще делать не надо, чтобы они быстро обжарились на гриле. Также нарежем кабачок таким же размером. Посыпем солью, черным перцем и добавим растительное масло. Перемешаем и обжарим на гриле с двух сторон, с хорошо такой прожаренной корочкой, чтобы они получились. Пока нарежем томаты и лук. Томаты нарежем мелким кубиком. И все, что мы будем сейчас нарезать, будем нарезать мелким кубиком. Это будет для фаршировки идти лосось. Также нарежем лук. Лук я предварительно запек. Он получился полностью печеный. По вкусу он сладкий, без резкого запаха и резкого вкуса. Его тоже нарежем как можно мельче. Этот рецепт мне рассказал мой друг, который живет в Швеции. Он часто приглашает меня на рыбалку. И в один из последних приездов мы ловили рыбу и поймали лосося, которого он потом мне приготовил и показал этот рецепт. Так, давайте перевернем баклажаны. Нарубленный лук добавляем матом. Также добавим сюда зубчик чеснока. И мелко порубим его. Также добавим зеленый лук. И тоже рубим. Добавим сюда ложку сметаны. И три столовые ложки йогурта. Йогурт обычный, питьевой, который продается во всех магазинах. Можно добавить еще немного веточек укропа, которые мелко порубим. Немножко черного молотого перца и соли. Кабачки и баклажаны готовы, можно снимать. Их мы тоже мелко порубим и добавим сюда к маринаду. Пока овощи остывают, давайте подготовим само филе лосося. Его я оставил на коже, обратите внимание. Кости все удалил. И сделаем надрезы поперек волокон. Отступая от каждого куска, где-то один сантиметр. И дорезаем до самой кожи. Но не перерезаем ее. Вот получилась такая гармошечка. И в эти прорези мы будем укладывать фарш. Можем лосося запекать прямо на решетке, на коже. Но я рекомендую воспользоваться кусочком фольги. Выкладываем филе на фольгу. Сбрызгиваем соком лимона. Посыпаем черным молотым перцем. Добавляем соль. Просаливайте хорошо. Так как кусок рыбы толстый. Посыпем немного рыбу сахаром. И немножко сухим порошком васаби. Васаби – это японский хлеб. Так, и дорежем овощи. Овощи также нарезаем мелким кубиком. Добавляем к маринаду. И все тщательно перемешаем. Обязательно попробуйте на вкус. Должен быть слегка слоноватым. Солоноватым. Укладываем филе лосося. И давайте теперь максимально зафаршируем рыбу. Положим овощи в каждый разрез. Так, ну все, что осталось, можно просто положить сверху. И распределить по всей поверхности. Теперь подогнем края немного. И в таком виде отправляем жариться на решетку. Все, можно закрывать. Здесь хороший жар. Я думаю, рыба минут через 15-20 будет полностью готова. Подготовим салат, с которым мы подадим филе лосося. Для этого мы возьмем листья шпината. Добавим сюда редис, который я предварительно нарезал и замочил в воде, чтобы убрать излишнюю горечь. И нарезал тонкими пластинками. Добавляем его к шпинату. Нарежем свежий огурец. Огурец нарежем тоже тонкими полукольцами. И разберем. Также нам понадобится немного сока лимона. Выдавим его прямо на салат. И приготовим заправку. Заправку приготовим на оставшемся йогурте. Добавим туда одну столовую ложку соуса хрена. Я использую хрен покупной. А как приготовить соус хрен самим, я вам расскажу в нашей рубрике. Многим нравится жгучий вкус соуса из хрена. Его можно купить в магазине, но также можно приготовить самому дома. Для этого нужно взять хрен и натереть на мелкой терке. Натерли хрен. Добавим немножко соли. Немного сока лимона. Добавим столовую ложку меда. И столовую ложку сметаны. Все это перемешиваем. Даем настояться 5 минут. И соус из хрена готов. Добавляем пол столовой ложки хрена. И перемешиваем с йогуртом. Также порубим сюда листики кинзы. И добавим соус. Все перемешиваем. И этим соусом мы заправим салат. Пока отставим в сторонку. Также давайте добавим немножко оливкового масла. И немного микса из зеленых салатов. Это руккола, фрезе, корт и манголь. Можем слегка приправить сверху. Но не перемешивать. Так, ну и давайте подготовим сыр. Сыр мы просто потрем. И в конце, как будет уже готова рыба, мы посыпем и сделаем корочку из сыра. Сыр потрем на обычной терке. Сыра много не надо. Вот этого количества будет достаточно. Так, давайте посмотрим. Вот как раз рыба почти готова. Буквально пару минут можно посыпать сверху сыром. Как сыр расплавится и заколируется немного, это будет говорить о том, что рыба полностью готова. Все, накрываем. И подготовим теперь тарелку, на которой мы это все подадим. Рыбу мы подадим вот на этой тарелке. А салат замешаем, подадим отдельно. Можно уже этим заниматься. Выливаем всю заправку. И перемешиваем. Получился такой легкий, зеленый, свежий салат. Давайте выложим его вот на эту тарелку. Так, ну и готово салат. Посыпем миндалем. Добавим немного укропа в веточки. Просто сверху побросаем хаотично. И также добавим предварительно подготовленный редис. Дайкон я его тоже нарезал вот такими мелкими слайсами. Так, давайте проверим рыбу. Отлично, сыр расплавился, можно снимать. А давайте мы будем прямо вот так вот на фольге. Только переложим на тарелку. Пока закроем. И также на лосось выкладываем веточки укропа. Так, ну у нас все готово. У нас получилось не одно, а целых два блюда. Запеченный лосось и салат. Салат дополнит вкус рыбы. Давайте вспомним, какие продукты мы использовали для приготовления. Мы взяли филе лосося, обжарили кабачки и цукини на гриле, мелко нарезали вместе с томатами, йогуртом и сметаной. Зафаршировали филе лосося, запекли на гриле. Отдельно приготовили салат из свежих листьев шпината, микса зеленых салатов, редиса. Приготовили заправку на основе йогурта и соуса хрена и подали к этой рыбе. Ну что, друзья, приятного аппетита! Ну что, съемочная группа, проголодались? Подходите, пробуйте быстрее. Давай, бери вилку, рыбу. Мы так мечтаем о рыбе. О рыбе. Про салат тоже не забывайте. Давайте посмотрим. Ну, салат это не так, не чудесно. Вот, такая сочная, такая нежная. Супер вообще. Пробуйте. Обалденно просто. Обалдеть просто.